Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, вопрос немножко такой сумбурный, на мой взгляд, ну давайте попробуем. Мой мужчина, с которым я в отношениях уже много лет, солгал мне, он работает за границей, уже три месяца. Был тут у нас в городе, и вроде у нас все было нормально, хорошо, проводили время вместе. Он должен был вернуться обратно, ожидал даты нового контракта. Он в четверг мне сказал, что у него все готово, и что его организация уже купила для него билеты в пятницу. Но все эти дни со мной на связи, но он еще, ну, уехал. Наверное, нет, уехал. Говорит, будто доехал, и что у него все нормально, пока в отеле. Скоро он идет в квартиру, устроится и позовет меня. Мне вчера было очень неловко, когда я увидел его издалека, я была на такси, он меня точно не видел. Я специально поехал в его квартал, увидел его, не собиралась там долго ждать, просто попросила такси поехать по этому кварталу. Он не уехал еще. Как поступить, скандал закатить не хочу. Почему он так поступил и что мне делать? Знаете, если честно, ах, я не очень понял, кто, кто, куда и откуда уехал. Вот вы меня извините, конечно, но я вообще не понял, кто, кто, куда и откуда уехал. А если честно, это первое. А второе, ну, почему нам солгал, знает только он, я думаю, что ничего противозаконного вы не сделали, вот. Когда увидели, увидели его и решили за ним проследить. Вот, потому что, ну, находится это, в принципе, в публичном пространстве, то есть, в общественном месте. И, в общем-то, я не думаю, я не думаю, что вы здесь как-то нарушили личную границу человека, да, тем, что вы решили за ним проследить. А другой вопрос, что, если человек солгал, значит, у вас не совсем открыты и свободные отношения, вот. А я могу, могу предположить, что вы в той или иной степени на человека давите. Ну, то есть, он-то может быть, точнее, вы, может быть, и не считаете, что давите на него. Но вот он вполне может ощущать давление. Тем более, что вы его, ну, описываете все вот так, да, как будто бы вы его ждете, как будто бы вы контролируете. Ну, пытаетесь его контролировать, хотя тут, опять же, в полной мере, понятно, я не уверен в этом. И, соответственно, вот, если у вас нет каких-то, ну, доверительных отношений, да, с человеком, в этом смысле, вот, то я думаю, что очень важно, очень важно, чтобы они все-таки были, чтобы они начались. То есть, чтобы вы увидели, вот, что есть некое такое давление, да, есть некая несвобода у вас, ну, у вас в отношениях, и, соответственно, чтобы вы посмотрели, что бы вы могли сделать для того, чтобы, ну, это как-то скорректировать, да. На мой взгляд, ну, это вполне бы по силам, на мой взгляд, вы вполне можете что-то сделать, было бы желание, и так далее. То есть, ну, когда, ну, возникает вот эта история, что отношения становятся вот, ну, такими, да, не очень открытыми, да, и, вот это вот может как-то, ну, провоцировать человека на то, чтобы вам врать. Это, когда взаимодействие между людьми не совсем полное, то есть, то есть, когда люди взаимодействуют друг с другом, ну, скажем так, частично. Частично, вот, частично, как бы, ну, вот. А, например, например, ну, допустим, к примеру, взаимодействуют люди только как, ну, как мужчины и женщины. То есть, ну, вот это, если вы только, вот, ну, вас ничего больше, короче, если не связывают. Вот. Вот. А, если, а, если, а, сравнивают, что, что-то еще, если есть общая, не зла, вот, то я думаю, я думаю, что, ну, в этом случае, в этом смысле, а, отношения имеют, а, возможность для того, чтобы, как это сказать, а, чтобы быть, ну, более развернутыми, да, более раскрытыми, вот. А, но это возможно только, вот, в случае, если между людьми, вот, ну, есть вот такое, а, ну, хорошее, хорошее взаимодействие, вот. Понимаете, да? А, дальше. Естественно, что вас может, ну, как-то выдевать то, что это случилось, то, что это произошло. Вот. И, а, на мой взгляд, очень, очень важно, чтобы вы увидели, как и чем вас это задевает. Вот. Вот. Чтобы вы, ну, попробовали увидеть этот момент, вот, потому что, ну, может быть, у человека, да, там, что-то не получилось, например. Ну, как-то реализовать, да, то, что он хотел, вот. Вот, допустим, он, ну, не смог, например, уехать, вот, когда хотел бы. И, соответственно, ну, как бы, зная о том, что, например, вы расстроитесь, если он вам это скажет. Потому что, ну, например, вы надеялись на то, что он уедет и вы встретите, а этого не получилось, и, соответственно, он решил вам этого не говорить. Думаю, причина моего документа, если вас, если вас это чем-то задевает, то вот, в первую очередь, нужно, конечно, посмотреть именно на это, на то, как и чем вас это задевает. Потому что я думаю, я думаю, что момент заключается в том, что вы излишне полагаетесь на него, вот, я так думаю. И очень многое для вас очень многое зависит от него. Вот, когда такое происходит, действительно, ложь человека крайне сложно воспринимается, крайне сложно. Но при этом нужно понимать, что если подобное происходит, то и по отношению к человеку возникает определенное давление с вашей стороны. Когда вы делаете ставку на мужчину, например, вот, то, конечно же, вот, ну, возникает давление, и на него это, ну, может способствовать тому, что человеку как-то захочется обмануть вас обмануть вам солгать, просто потому, что, ну, вот, нет какого-то понимания, как того, как вы отреагируете. То есть, есть, вот, может быть, вот, может быть, опасение, что отреагируете вы 100% плохо. Вы, в свою очередь, теряете уверенность в себе, теряете почту под ногами, а если вы, если у вас несколько заниженная самооценка, вот, то ложь может восприниматься в том числе и как, ну, какой-то такой вот, знаете, ну, подтверждение. Допустим, того, что человеку вы не важны, ну, не важны, например. То есть, подключается, условно говоря, еще и решение стремления к решению своих личных проблем. И, естественно, ну, в этой ситуации вам плохо. Это понятно. Поэтому, если вы чувствуете себя, что называется, преданным. Да. Ну, то есть, вот, если вы, если вы чувствуете, что нас, что мы предали, вот, то нужно увидеть, я думаю, в первую очередь, природу. Это чувство, вот, постараться увидеть природу этого чувства, вот, и посмотреть, как именно вы приходите к нему. К этому чувству. К чувству. К чувству. К преданности. Потому что здесь оказывается задействованы еще и ожидания. Такие вот, ну, довольно, довольно сильные, довольно большие, завышенные, вот, не соответствующие реальности, если хотите. И, если это так, то с этим, в первую очередь, конечно, тоже нужно работать. Вот. Я думаю, что закатывать скандалы, это, действительно, очень деструктивная позиция. Но и с вашими чувствами нужно как-то обратиться, в первую очередь. Как-то их, ну, выразить, да, прожить. И тогда, когда и если вы это сделаете, я думаю, что у вас как раз таки появится шанс на то, чтобы увидеть, как дальше вы хотели бы. В этой ситуации действовать. Сейчас вас переполняют эмоции и понятно, что вам тяжело и трудно на это все обращать свое внимание. Ну, хорошее, вот, новое заключается в том, что ваше чувство, это естественная реакция, то есть это ни в коем случае не патология то, что вы так реагируете. Вот. А просто нужно их исследовать. Сначала прогреть, проговорить, вербализовать, да. Вот. А дальше я думаю, что вслед за этим вы увидите некую свою проблематику, да, или некую дефицитность, вот, которую вы пытаетесь компенсировать за счет какой-то вот правдивости молодого человека. И это уже будет, ну, в какой-то степени вызов вам, в хорошем смысле, в хорошем смысле этого слова, будет вызов, вот, и запрос на некоторые изменения ваши. Ну, это все, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok